СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Самое, что неприятное слышать в свой адрес, когда ты занимаешься футболом, ты даешь всю себя этому спорту, и тебе говорят, что женщина не должна играть в футбол. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я когда это слышу, я очень сильно злюсь. Мне кажется, хочется подойти и ударить. Вот почему? С чего они взяли? Мне кажется, что человек должен заниматься тем, к чему лежит душа. А от пола это никак не зависит. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, у всех практически стандартная ситуация. У меня, например, есть старший брат. Он старше мне всего на год, но есть еще два брата, два юродных. Я всегда с ними, мы все детство провели четвером. И всегда мы ходили вместе во двор, во что бы мы ни играли. Баскетбол, футбол, ну, разные все игры. Я всегда с ними, быстрее, быстрее, за ними. Изначально меня ставили на ворота. Потом как-то более-менее поняли, что я хоть чуть-чуть попадаю по бичу. Ну, и начали меня пускать в поле. Потом пришел тренер, набирал секцию. И вот 8 лет я начала заниматься. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда люди узнают, что я профессиональная футболистка, на самом деле многие удивляются. Частенько слышу, даже когда проходим тоже спортивное медобследование, мне говорят, а какой вид спорта? Я говорю, женский футбол. Да ладно, ты меня, наверное, обманываешь. Частенько такое слышу. Большинство просто даже не были на женском футболе. Большинство даже не знают, что ездят в футбол, потому что его не освещают. Мы так же играем, когда в сборной. Нам не хватает этой поддержки. Мы практически играем при пустых трибунах. Футбол научил меня, ну, наверное, жить. Как бы громко это ни звучало, но какие в футболе я получаю эмоции, я не получаю такие жизни. Бывает, ты хочешь плакать от радости. Бывает, когда вот такие матчи, что ты не можешь держать свои слезы, тебе так обидно. Ты приходишь на тренировку, ты забываешь про все свои проблемы. Хоть какая бы проблема ни была.